Аплодисменты, друзья! Здравствуйте, коллеги! Добрый день, коллеги! Сейчас я передаю ребятам слово. Мы пройдемся по функционалу. И, как обычно, ваши вопросы мы принимаем либо под формой онлайн-трансляции, это для тех, кто смотрит нашу трансляцию в режиме онлайн, не только из Сколково, а для тех, кто в зале, у вас есть мобильное приложение, через него вы точно так же задаете вопросы, которые мы в конце озвучим. Удачи, ребят! Итак, наш доклад называется «Открытые линии. Путь к современной клиентоориентированной компании». Вообще мир меняется. Меняется именно общение между людьми. Сегодня люди предпочитают общение в мессенджере больше, чем в некоторой степени даже телефонные звонки. Скажите, пожалуйста, а кто из вас не общается сегодня в мессенджерах вообще? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть ли такие люди в зале? Насколько я вижу, ни одного человека нет, кто вообще не общается в мессенджерах. Замечательно. Вы правильно делаете. И наш доклад покажет вам, что да, действительно, общение в мессенджере сегодня – это важно. Вообще людям нравится общаться в мессенджере. Почему? Ну, во-первых, потому что это доступно. Сегодня интернет есть практически у каждого. Как на персональном компьютере, так и на мобильном телефоне. Во-вторых, это быстро. Почему? Потому что общение в чате происходит в режиме реального времени. И все мы привыкли, что написав в чате, мы ждем сразу мгновенную реакцию. Ну и, конечно же, это удобно. Потому что вы можете ответить вообще в любом месте, где бы вы ни находились. Мобильный телефон всегда с собой, и когда вам кто-то написал, вы можете в любой момент ответить. Чего же ожидает сегодня клиент от компании? Вообще человек от компании. То есть люди привыкли общаться между собой в мессенджере, и поэтому от компании они ждут того же. Во-первых, они ждут быстрой реакции. Они ожидают, что им ответят очень быстро. Конечно, они ждут, что им ответят сразу по делу. Что компания знает, предполагает, с какими клиентами обратиться в их компанию. И поэтому отвечают им сразу по конкретному вопросу. Ну и, конечно же, клиенту важно почувствовать свою важность и значимость. Но для компании организовать вообще обработку всех обращений с различных каналов достаточно дорого, сложно и долго. Отвечать быстро и предугадывать вопрос клиента, опять же, это сложно. Ну и, конечно же, не каждая компания может позволить себе выделить персонального менеджера для каждого клиента. И у нас есть такая аналогия с телефонией. Вообще раньше, если вспомнить, я еще помню в своем детстве, когда у нас был дома стационарный телефон, кто-то звонил, один человек отвечает, зовет другого, либо говорит, что там перезвоните, сейчас его нет. То же самое происходило в офисе. Стоял один стационарный телефон, и когда в компанию кто-то звонил, менеджер отвечал, слушал вопрос клиента и затем начинал искать. А кто же ответит на этот вопрос, искать ответственного? И начинался такой небольшой хаос, там, Вася, подойди, ответь, Петя, подойди, ответь. И что же было решением? Решением было телефония. Появилась API-телефония, и телефонные звонки стали на каждом рабочем месте каждого менеджера. Похожее происходит и с мессенджерами. Что мы видим сейчас? Сейчас поток обращений огромен. Сидит, например, какой-то один менеджер, на которого вывалится куча вопросов, в его мессенджеры на компьютере, в его телефон, и он бегает с этим телефоном по офису и просит, подскажи, ты здесь ответственный? А что ответите этому клиенту? Спрашивает, узнает ответ, печатает этот ответ и отправляет клиенту. Опять же, получается, беготня и коммуникации с клиентом, продолжительность этих коммуникаций увеличивается. И по этому поводу у нас есть небольшой ролик, который показывали на презентации. Алло, да, сейчас переключу. Продолжение следует... Собственно так, сегодня с открытыми линиями Bittrex 24 можно организовать общение с вашими клиентами. То есть мы видим довольных сотрудников, каждый сидит на своем рабочем месте и общается со своими клиентами. Возникает такой коммуникационный коллапс, для которого требуется решение. То есть нужно, во-первых, собрать обращения с различных каналов, а каналов становится все больше. Во-вторых, как-то распределить их внутри вашей компании, обработать, ответить клиенту. Конечно, желательно все это где-то зафиксировать. У нас есть решение. Это открытые линии Bittrex 24. Мы собираем все сообщения из всех цифровых каналов Facebook, Telegram, Twitter в один ваш Bittrex 24, в котором вы можете нормально общаться. У нас в планах добавить еще Viber и WhatsApp. К сожалению, пока у них нет публичного API, но как только у них появится, мы обязательно это сделаем. Как работает открытая линия? Ваш клиент пишет вам в Telegram. Сообщение поступает в Bittrex 24. Она попадает в очередь. Если этот клиент ранее писал вам, то разговор с этим клиентом будет назначен на того менеджера, кто раньше с ним общался. Если это новый клиент, то он попадет в очередь и попадет на первого свободного оператора. После этого оператор сможет уже вести свое общение. Ну, собственно, как происходит распределение сообщений? Как уже говорилось в первом докладе, мы используем очередь. Вообще очередь изначально появилась в телефонии для обработки телефонных звонков. И когда мы начинали делать открытые линии, мы думали о том, как же организовать все это. И пришла идея, почему бы не использовать такую же очередь, как в телефонии. И на самом деле обращения клиентов в мессенджерах, они аналогичны телефонным звонкам. Они также поступают вам. Вам нужно указать менеджеров, которые будут отвечать за открытую линию. Дальше необходимо распределить эти сообщения. Здесь как раз срабатывает наша очередь. Ну и, конечно, уже сообщение приходит к конкретному ответственному менеджеру, и он на него отвечает. Маршетизация. Что происходит, когда поступает сообщение менеджера? Он может ответить. Если он очень занят, он может пропустить, и это сообщение уйдет другому менеджеру. Либо, если он видит, что данная проблема может быть решена каким-то другим сотрудником, перенаправить прямо на него, либо в другую открытую линию. Да, чуть позже мы остановимся на сценарии как раз перенаправления в другую открытую линию. Ну, конечно, необходимо контролировать все коммуникации клиента с вашей компанией. И для этого открытые линии собирают все коммуникации, всю переписку с вашими клиентами внутри СРМ, и позволяют контролировать это общение со стороны руководителя. Существуют отчеты, которые показывают коммуникационную нагрузку вообще с открытых линий и показывают уровень удовлетворенности клиента по открытым линиям. И все это работает незаметно для вас? Да, СРМ автоматически все фиксирует. Менеджеру ничего не нужно делать вручную. Давайте подробно пройдемся по форме настройки открытых линий. Первым пунктом – это название открытой линии. Ее название на самом деле важно. Оно будет использоваться в веб-виджете на вашем сайте. Клиент первым делом именно его увидит. Дальше идет блок работы СРМ. Ключевой блок на самом деле. Здесь вы можете указать, будет ли перенаправлено это сообщение сразу на ответственного менеджера, или оно пойдет в очередь. Вы можете определить, что произойдет с этим клиентом, когда он вам напишет. Будет автоматически создан лид, либо лид будет создан оператором по итогам разговора с клиентом. Собственно, так же, как в телефоне, где можно автоматически создавать новый лид, а можно предложить менеджеру создать его уже в момент общения. То есть менеджер отвечает, понимает вообще, есть ли смысл заносить клиента в СРМ, может быть, это просто какой-то уточняющий вопрос, и уже может его вручную занести в СРМ. Интересным пунктом представлен источник открытых линий. Вы можете выбрать какой-то уже существующий источник, если у вас какое-то мероприятие есть. Но для открытых линий мы подготовили специальный источник. Этот источник работает следующим образом. Когда к вам напишет клиент из Фейсбука, будет создан в СРМ новый источник, Фейсбук, название вашей открытой линии. Если человек напишет через Телеграм, будет указано Телеграм название открытой линии. Благодаря этому вы сможете построить отчеты, какой канал коммуникации лучше всего работает. Да, эти отчеты будут доступны в лидах. У нас там есть целая страничка с отчетами красивыми графическими. И один из отчетов – это у нас источник лида. И там автоматически появятся все источники по открытым линиям. Ну, еще по настройкам опять же очередь. Здесь, понятно, мы выбираем сотрудников, которые будут отвечать в этой открытой линии. И выбираем, как будут распределяться обращения между этими сотрудниками. В Телефонии существует вообще три варианта – равномерно, строго по очереди или одновременно всем. Когда мы делали открытые линии, мы прорабатывали все три сценария. И на первом этапе подумали, что одновременно всем для открытых линий не совсем удобно, потому что будут приходить обращения сразу всем. Менеджер будет читать, видеть вопрос клиента. Но если он вдруг не успел ответить, этот вопрос будет просто у него исчезать, потому что забрал кто-то другой. То есть, с одной стороны, вроде как удобно, как в Телефонии, с другой стороны, для открытых линий кажется не совсем применимо. Но у нас есть партнерский Bittrex24, где мы общаемся с партнерами. И там я вчера уже встретила такой вопрос, почему вы так не сделали. То есть, есть все-таки те, кто хотят такое распределение, и мы обсуждаем там, как они видят этот сценарий, и, скорее всего, доработаем, если это будет действительно требоваться. Еще одна настройка – это время до переадресации на следующего сотрудника. Важная настройка, потому что если менеджер, работая с каким-то клиентом, например, решает какой-то очень сложный вопрос долго, то чтобы новый клиент не ждал его ответа где-то на сайте, либо в соцсети долго, обращение автоматически уйдет на следующего менеджера в этой очереди. Обработка неотвеченного. Опять же, если клиент обратился в нерабочее время компании, либо когда все менеджеры заняты, вы можете настроить какой-то текст, который будет автоматически отправлен этому клиенту и расскажет о том, что, например, сейчас в нерабочее время компании обратитесь позже. Конечно, сохраняется вся история сообщений. Ведется статистика по всем сообщениям, плюс вся переписка ведется внутри дел в СРМ. Ответственные менеджеры и, собственно, руководители могут посмотреть в любой момент все разговоры, понять, как корректно они общались и, возможно, что-то улучшить, если были какие-то проблемы. Следующий блок – это настройка рабочего времени. Здесь вы можете указать, с какого времени, по какое будет работать ваша открытая линия. Если вы не работаете круглосуточно, я думаю, что не так много таких компаний, то этот блок будет очень важен. Клиент не будет ожидать мгновенного ответа, а получит сообщение, что сейчас мы, к сожалению, не работаем, но мы обязательно с вами свяжем. Настройка действий. Какие существуют? Во-первых, необходимо сразу приветствовать клиента. Не всегда менеджер может ответить мгновенно. Для этого вы можете здесь прямо в настройках указать текст, который будет автоматически отправлен клиенту сразу после его первого вопроса. Можно также автоматически настроить, какой текст будет отправлен при завершении диалога. Если, например, во-первых, завершение диалога у нас бывает в двух сценариях. Первый – это менеджер, пообщавшись с клиентом, может сам вручную закрыть этот диалог. То есть они решили вопрос, клиент сказал, все хорошо, менеджер закрывает. Второй вариант – это когда менеджер ответил клиенту, а встречного вопроса какого-то нового не поступило. То есть все, клиент доволен, недоволен, но не стал вам отвечать. Когда сообщение находится на стороне клиента, то происходит автоматическое закрытие этого обращения через определенное время, которое вы укажете в настройках. Ну и, конечно, при закрытии обращения вы также можете указать какой-то прощальный текст клиенту. Ну и, наверное, самый главный блок – это подключение каналов коммуникации. В данный момент у нас работает три таких блока. Это Telegram, Facebook и ВКонтакте. Совсем скоро мы выпустим Skype. Там есть определенные моменты. Microsoft не очень хорошо проработал этот момент, но можно будет с этим работать. Да, уже находится в тестировании. То есть, я думаю, буквально неделя, и Skype будет доступен. Да, на следующей неделе, скорее всего, мы это выпустим. Онлайн-чат Сергей презентовал сегодня. Он на самом деле работает. Мы хотим его немножко доработать, чтобы все-все-все было хорошо. И сразу же выпустим. Скорее всего, до конца лета это точно выйдет. Итак, открытые линии Bittrex24. Они объединяют все цифровые современные каналы. Они собирают сообщения со всех этих каналов в один единый рабочий чат Bittrex24. Распределяют эти обращения по ответственным менеджерам. И, конечно, все фиксируют в СРМ. И хотелось бы рассмотреть несколько сценариев вообще. Где использовать открытые линии? Как можно их использовать в своей компании? Я думаю, каждый найдет свой сценарий, но мы хотели бы предложить несколько. Это могут быть предплородажные консультации в социальных сетях. Вообще, сегодня малый бизнес, совсем маленькие компании, которые начинают еще только выходить на рынок, они пользуются социальными сетями. Они делают там свои группы, например, ВКонтакте, где могут продавать какие-то свои товары и услуги. Они делают свои странички в Фейсбуке. Или вообще в мессенджере, в том же Инстаграме, публикуют какие-то товары и начинают их там продавать. Конечно, любая продажа требует коммуникаций. И для этого открытые линии позволят все эти коммуникации собрать. Работает это очень быстро, настроить это очень быстро. Прямо при создании открытой линии подключаем Фейсбук. Это делается вообще в пару кликов. Вы авторизуетесь в своем аккаунте, в котором у вас есть странички публичные в Фейсбуке. Выбираете страницу, которую хотите подключить. И потом клиент, приходя на вашу страницу в Фейсбуке, и обратите внимание, когда он пишет вам именно сообщение. Очень много встречаем вопросов, когда там пишут комментарии к постам. Пока открытые линии обрабатывают только именно сообщения на публичных страницах. Это сообщение приходит автоматически в чат Bittrex24, на конкретного ответственного менеджера. И, собственно, происходит уже коммуникации с клиентом в режиме реального времени. Еще один сценарий – это поддержка клиентов. Что необходимо вообще при поддержке клиентов? Клиент – тот, кто уже совершил покупку. То есть он уже наверняка зафиксирован в вашей CRM. И здесь очень важно узнать клиента. То есть когда он к вам обращается, вы сразу знаете, кто этот клиент. Знаете, что он у вас покупал. И менеджер даже может предположить, с каким вопросом обращается клиент. Например, если он совсем вчера, например, сделал покупку, то можно предположить, что сегодня он обращается как раз по этому вопросу. Ну, конечно же, для более больших продаж можно организовать даже двухуровневую и более уровней поддержку. Давайте посмотрим, как организовать двухуровневую поддержку с помощью открытых линий. Мы также подготовили небольшой ролик. Вы создаете несколько открытых линий. В моем случае это две. И когда клиент обращается к вам в открытую линию, например, через Телеграм, находит нашего бота, отправляет нам сообщение. Это сообщение распределяется по очереди, появляется у нас в мессенджере. И менеджер, например, видит, что вопрос не по его теме, он некомпетентен. И он может его переадресовать не просто на сотрудника, а на вторую открытую линию. В этом случае сообщение у него исчезает, оно уходит на вторую линию и там уже на другого ответственного, который указан в очереди. А как же онлайн-чат? Это достаточно интересная и модная вещь. Да, как уже рассказывали в первом докладе, конечно же, открытые линии интегрированы с онлайн-чатом. Онлайн-чат – это один из каналов работы открытой линии. Здесь также существует сценарий поддержки через онлайн-чат, когда вам также необходимо узнать клиента, либо проконсультировать нового клиента. Ну, собственно, располагается виджет на сайте, клиент пишет вам сообщение прямо на сайте, и это сообщение приходит в открытую линию. Менеджер также может ответить, пропустить это обращение или переадресовать. Онлайн-чат на сайте. Его легко поставить на любой сайт. Для Bittrex управления сайтом мы показывали, как он просто будет подключаться буквально в один клик. Для других сайтов вы также сможете ставить наш онлайн-чат Bittrex 24, просто разместив код на своем сайте. Будут минимальные настройки внешнего вида. Вы сможете указать цвет, например, этой иконки, для того, чтобы он подходил под дизайн вашего сайта. Будут необходимые настройки по работе вообще чата, потому что сейчас не все интернет-магазины, даже я бы сказала, большая часть интернет-магазинов не ставит чат на всех страницах сайта, потому что все-таки объем обращений будет огромен. Поэтому чаще всего он ставится на конкретных страницах, например, в корзине или при оформлении заказа. И такая настройка тоже будет существовать, и можно будет сделать в Bittrex 24. Конечно, онлайн-чат будет адаптивный, то есть будет открываться как с мобильного приложения, планшета, так и с компьютера, интеграция с открытыми линиями, и все сообщения, которые будут приходить с онлайн-чата, будут зафиксированы в CRM. А если нет сайта, что делать в этом случае? Если нет сайта, конечно, вы используете социальные сети, но помимо этого еще есть публичная страница с онлайн-чатом. Вы сможете использовать публичную страницу на визитке. Просто указать ссылку на свои визитки, и клиенты, переходя по этой ссылке, будут попадать в открытую линию вашей компании. Это может быть ваша личная открытая линия, либо линия вообще в целом вашей компании. Можно указать на визитки, можно указать в подписи, в письме, либо вообще можно просто кинуть эту ссылку в любой социальной сети или где угодно. Собственно, так будет выглядеть страничка. Вы сможете сделать какое-то оформление, загрузить картинку на фон, и поставить открытую линию, которая будет вот в такой короткой прямой ссылке, доступна всем вашим клиентам. Итак, сценарий открытых линий. На самом деле их достаточно много. Мы показали всего лишь несколько. Это предпродажные консультации, поддержка клиентов, поддержка клиентов через онлайн-чат, и использование публичной ссылки на чат в качестве своей визитки, либо подписи в письме. Немножко о ценах. Если кто-то пропустил, открытые линии плюс онлайн-чат. На тарифе кампания доступны полностью неограниченно. В команде доступны две открытые линии. На тарифе проекте плюс доступна одна открытая линия. Обратите внимание, в очереди могут быть только 24 бизнес-пользователя. И на проекте также доступна одна открытая линия, и в очереди могут находиться только 12 бизнес-пользователей. Станьте современной клиентоориентированной компанией. Отвечайте быстро. В режиме реального времени. Отвечайте качественно. Отвечайте всегда по делу, потому что вы знаете, зачем обратился клиент. Отвечайте персонально. Определяйте автоматически ответственных менеджеров и удивляйте своих клиентов. Спасибо. Друзья, спасибо большое вам. Как мы и обещали, мы будем принимать вопросы. Мы сейчас посмотрели на вопросы, которые выступают на мобильное приложение и в онлайн-трансляцию. Я несколько вопросов озвучу. С радостью ответим. Да. Много вопросов есть по подключению, но мы уже говорили, когда мы собираемся подключать Skype и Viber, как только они откроют API, планируем ли мы какие-то еще каналы или мессенджеры подключить вовнутрь? Мы подключим Bittrex24. То есть можно клиенты общаться между двумя Bittrex24, найти какую-то компанию и написать ей. Это вот будет работать наш сценарий Network 2.0, когда вы ищете клиента прямо в своем Bittrex24 чате, находите его. Сейчас вы находите конкретного человека и можете написать ему в его Bittrex24. То же самое будет работать между открытыми линиями. То есть вы сможете найти открытую линию другой компании. Хорошо. Еще несколько вопросов есть по механике подключения соцсетей. Если с мессенджерами все более-менее понятно, там есть аккаунт, в него пишут, то с социальными сетями возникают вопросы. Что мы берем? Мы забираем сейчас сообщения. Сможем ли мы забирать сообщения, которые есть на стене или какой-то другой тип активности внутри группы, которая существует? Также есть вопрос по открытым и закрытым группам. Давайте буквально в двух словах, как мы подключаем соцсети. Как подключается, расскажет Екатерина, а я про возможности. Подключаем соцсети мы быстро, как было показано на ролике, буквально в пару кликов мы авторизуемся. Для этого нужно иметь, во-первых, аккаунт социальной сети, это ВКонтакте или Фейсбук. И, конечно, вы должны быть администратором какой-то группы, либо если это Фейсбук, то это публичная страница. Пока открытые линии работают только с группами и публичными страницами Фейсбука. Но потенциально, на самом деле, можно забирать и сообщения, и комментарии, и именно коммуницировать через открытые линии. Мы думаем о таких сценариях, но пока мы это не реализовываем. Это будет как развитие открытых линий. Вполне возможно, что в будущем у нас такое появится. Вы знаете наверняка, что у нас есть сайт idea.1sbitrix.ru, и мы обратную связь от пользователей системы, от наших партнеров собираем. Если голосов за новые сценарии будет много, мы с удовольствием их рассмотрим. Если они реализуемы, мы, конечно, пойдем по этому пути. Так, есть несколько интересных вопросов по работе внутри уже линий. Можно ли будет подключать к обработке этих входящих обращений бизнес-процессы? Фейсбука 24. Сейчас в мессенджере нет бизнес-процессов, но мы подумаем. Но на самом деле при создании нового лида бизнес-процесс запустится. Да, то есть можно подвязать бизнес-процессы на CRM на самом деле и дальше уже обрабатывать их в рамках CRM. Ведь в любом случае, если вы запускаете бизнес-процесс, значит, уже пошла работа с клиентом, а значит, это уже как минимум лид. То есть фактически мы можем запустить бизнес-процессы, потому что открытая линия создает при входящем обращении лид. Все верно. Более того, каждый новый разговор будет создавать новое дело в CRM, а на дело можно будет прицепить какой-то бизнес-процесс и выполнить какое-то действие. Так, отлично. Есть еще вопрос по уровням линий. Ты говорил в докладе, что можно сделать, например, два уровня. Первый уровень – базовая поддержка. Если есть какой-то сложный вопрос, мы его эскалируем на следующий уровень. Ограничено двумя или можно создавать сложность любую? Нет ограничений. Тогда у меня есть тоже хитрый вопрос. Нет его в вопросах трансляции. Но в кулуарах мы немножко обсуждали. У нас есть проект по чат-ботам. Можно ли будет сделать так, что первую линию возьмет на себя какой-то автоматический обработчик? Об этом я расскажу в своем докладе про бот-платформу в B324. Но небольшой спойлер. Да, можно будет так сделать. Да, прошу прощения. И давайте еще один вопрос по сложной механике. Скажите, пожалуйста, если ответственного менеджера нет в сети, то как правильно распределить сообщение? Или если ответственный менеджер нет в сети, как мы распределяем сообщение? Наша очередь автоматически определяет, есть ли менеджер в сети, то есть онлайн или оффлайн. Если он онлайн, то он автоматически пропускается и обращение переходит на следующего сотрудника в очереди. Конечно, если он на самом деле онлайн, но просто отошел с рабочего места, то здесь может сработать вот тот сценарий, когда сообщение автоматически переадресуется на другого. Ну и зависит на самом деле от настроек. Можно не пропускать такого менеджера, и тогда ему придет пуш на телефон. Он увидит пуш, ответит с телефона, и клиент останется довольным. Открытые линии доступны при работе и с мобильного телефона, с мобильных девайсов. Соответственно, мы можем точно так же включить их. Давайте два последних вопроса. Я возьму их много. Мы постараемся ответить. Докладчики будут стараться отвечать на эти вопросы в течение дня. Мы зайдем потом в приложение и будем давать комментарии к нему. Так, если есть несколько сайтов, допустим, у меня четыре сайта и один аккаунт Bittrex24, один портал. Могу ли я с разных сайтов подключить разные открытые линии внутри одного Bittrex24? Да, конечно. Можно будет создать четыре открытых линии, подключить четыре группы, если это разные соцсети, либо подключить четыре виджета, если это разные сайты, и все это будет работать. Прекрасно. Ну давайте финальный вопрос. Мы анонсировали, что клиенты смогут оценивать качество консультации. Как это будет реализовано, ну и когда ждать, если этого еще нет? Организовать мы это хотим через веб-формы. На самом деле есть такой один секретный проект, который здесь был не показан, но на презентации Сергей о нем рассказывал, презентации Bittrex24. Мы хотим интегрировать открытые линии с веб-формами. И тогда вы сможете, во-первых, получать какую-то контактную информацию от клиента прямо в чате, отправляя ему в веб-форму. Плюс, таким образом, мы хотим организовать именно обратную связь от клиента. То есть после завершения разговора можно будет не просто отправить какое-то сообщение, а отправить в веб-форму, оценить качество обслуживания. И клиент сможет оценить качество, что зафиксируется в CRM, будет вести статистика, показывается аналитика. На самом деле с CRM-формами будет очень много интеграции. Это будет и первый уровень, когда человек пришел. Когда человек пришел с сайта, и мы не знаем кто, с помощью CRM-формы мы сможем его идентифицировать. И когда никого нет менеджеров. Да, то есть на самом деле мы плотно будем интегрировать CRM-формы с открытыми линиями. Я все больше вижу на рынке кейсов, когда CRM, и в общем это логично, в CRM включаются процессы мотивации. Мы говорим, что выполнение определенных KPI внутри CRM, которые оцениваются автоматически, влияют на зарплату менеджеров. Некоторые контролируют опоздание, когда мы собираем лиды за ночную смену, условно их никто не обрабатывает. Первый, кто приходит в офис и подключается к CRM в очередь, получает все лиды, входящие обрабатывает их вкусно. И все больше и больше сценариев таких есть. Может быть одним из них станет как раз и ответ на этот вопрос, как мы оцениваем качество входящих консультаций. КОНЕЦ